Иван Андреевич Крылов родился в 1768 году. Он был сыном бедного армейского офицера, выслужившегося из рядовых. Крылов не получил систематического образования и ещё мальчиком поступил на гражданскую службу чиновником в очень маленьком чине. В 16-ти лет он нашёл место в Петербурге и тогда же начал свою литературную деятельность – написал комическую оперу. Потом Крылов занялся сатирической журналистикой, издавал журналы «Зритель» и «Санкт-Петербургский «Меркурий». Среди множества сентиментальных материалов невысокого качества в этих журналах было напечатано несколько острых сатирических статей, написанных в манере весьма отличной от скептического здравомыслия позднейших крыловских басен. Сатира тут острая, злая, холодно-страстная. Лучшая из этих статей – похвальная речь в память моему дедушке, потрясающая карикатура на грубого, эгоистичного, дикого помещика-охотника, который, подобно фанвизинскому «Скотинину», больше любит своих собак и лошадей, чем крепостных. Крыловский журнал «Меркурий» просуществовал недолго и был закрыт из-за опасно резкого тона крыловской сатиры. На 12 лет Крылов фактически исчез из литературы. Часть этого времени он прожил в домах разных вельмож – то, как секретарь, то, как домашний учитель, то просто, как приживал, но на долгое время он вообще исчезает из поля зрения биографов. В новой школе жизни Крылов, по-видимому, утратил своё юношеское неистовство и обрёл пассивную и снисходительно-ироническую проницательность, характерную для его басен. В 1805 году Крылов вернулся в литературу. Он сделал свой первый перевод из басен Лафонтена и совершил новую попытку завоевать сцену. Во время Первой войны с Наполеоном он написал две комедии, которые высмеивали французские обычаи русских дам. Комедии имели успех, но Крылов не стал продолжать карьеры драматурга, потому что нашёл своё настоящее призвание – басни. В 1809 году вышла книга, в которой были напечатаны 23 его басни. Книга имела небывалый в истории русской литературы успех. После этого Крылов писал только басни. В 1810 году он получил спокойное и удобное место, фактически синекуру, в Петербургской публичной библиотеке, на котором оставался более 30 лет. Умер Крылов в 1844 году. Он славился своей ленью, неряшливостью, хорошим аппетитом, проницательностью и лукавым умом. Его грузная фигура была непременной принадлежностью петербургских гостиных, где он просиживал целые вечера, не открывая рта, полуприкрыв свои маленькие глазки или уставясь в пустоту. Но чаще всего он дремал в кресле, выражая всем своим видом скуку и полнейшее равнодушие ко всему, что его окружало. Субтитры создавал DimaTorzok